Продолжение следует... На фоне вялых действий украинской армии, брошенной воевать со своим народом, батальоны Коломойского отличаются особым рвением и жестокостью по отношению к мирному населению. За его деньги они оставляют за собой выжженную землю. Как говорится, бизнес, ничего личного. Павел Щелкин, Евгений Маруськин и Виталий Зайцев. Воскресное время. Первый канал. Предел опасности глобальной политики становится все менее предсказуемой. События в мире развиваются порой слишком быстро. Конфликты с человеческими жертвами разгораются там, где представить их было невозможно. Это лейтмотив встречи Владимира Путина с российскими дипломатами. По словам президента, сегодня именно Украина самый яркий пример того, как дипломатия терпит фиаско перед желанием Вашингтона, цитирую, построить мировую казарму. Опасность такого очага напряженности прямо у российских границ нельзя недооценивать. Какой реакции наши партнеры ожидали от нас при том, как разворачивались события на Украине? Мы, конечно, не имели права оставить крымчан и севастопольцев на произвол воинствующих националистов-радикалов. Не могли допустить, чтобы был существенно ограничен наш доступ к акватории Черного моря, чтобы на Крымскую землю в Севастополь, овеянный боевой славой русских солдат и матросов, в конце концов, а я думаю, достаточно быстро, пришли бы войска НАТО. Хочу, чтобы все понимали, наша страна будет и впредь энергично отстаивать права русских, наших соотечественников за рубежом, использовать для этого весь арсенал имеющихся средств от политических и экономических до предусмотренных в международном праве гуманитарных операций права на самооборону. Судя по отчетам экономистов, от санкций страдают сейчас все, кроме США. В мае объем экспорта американской продукции в Россию достиг пика – 1,2 миллиарда долларов, в то время как европейский экспорт и инвестиции пошли на спад. Те, кто пытается оспорить право одной страны диктовать свою волю остальным, по словам Путина, наказывают жестко. Самый свежий пример – 9-миллиардный штраф, наложенный на один из крупнейших банков Франции за нарушение режима американских санкций против Кубы, Судана и Ирана. Так Вашингтон отреагировал на отказ французов остановить строительство мистрали по российскому заказу. Мы знаем даже о том, что намекали на то, что если французы не поставят мистрали, то из банков потихонечку снимут санкции. Во всяком случае их минимизируют сильно. Что это такое, если не шантаж? Ну разве так можно работать на международной арене? И потом, когда мы говорим о санкциях, мы всегда исходим из того, что санкции применяются в соответствии со статьей 7 ст. ООН. Или это не санкции в международном правовом смысле этого слова, а что-то другое совершенно, какой-то инструмент односторонней политики. Нужно избавиться от амбиции, от стремления устроить мировую казарму, расставить всех по ранжиру, навязать единые правила поведения и жизни общества. Мы всегда стремились быть предсказуемыми партнёрами, вести дела на равноправной основе. Однако взамен наши законные интересы зачастую игнорировались. И вы знаете, что по поводу различных международных форматов встреч и так далее, если нам отводится роль сторонних наблюдателей, у которых нет решающего слова по ключевым вопросам, представляющим для нас жизненный интерес, то тогда и эти форматы это не очень для нас интересны. Только за то, что нам рядом разрешают посидеть, мы не должны платить нашими жизненными интересами. И я надеюсь, что эта очевидная вещь должна в конце концов стать понятной и для наших партнёров. Дело добровольное. Ярким примером того, как у политиков слова расходятся с делами, служит именно вброс, то есть неофициальная информация, попавшая в СМИ, о том, что госсекретарь Керри якобы просил президента Порошенко перемирие продлить, а тот отказался на свой страх и риск. При этом, с одной стороны, Госдеп официально действия Киева поддержал, с другой, Киев практически уже и не скрывает, что все решения новой власти согласуются с Вашингтоном. Мой коллега Евгений Баранов читал документы и слушал заявления, чтобы понять, можно ли вообще верить политикам, если они начинают свою игру в чужом доме. Ведь формулировка «Мы поддержим Вашей стране демократию» использовалась уже в Ираке, Сербии, Ливии. Далее по списку. Три этапа быстрого подавления сопротивления Юго-Востоку Украины. Первый этап – полная изоляция, второй – зачистка и третий – возвращение к норме. Определить подлинность этих совершенно секретных документов, выложенных в интернет, безусловно, не представляется возможным. Авторство так называемого меморандума о рекомендованном курсе действий в случае провала мирного плана президента Порошенко приписывается американской корпорации РЕНД – некоммерческому мозговому центру со штаб-квартирой в Калифорнии с момента своего основания в 1948 году, тесно связанному с Пентагоном. РЕНД через пресс-службу поспешил опровергнуть свою причастность. Опровержением стал первый же комментарий к появлению документов на малоизвестном сайте Before It's News, впервые их опубликовавшему. Подпись под комментарием – Джеффри Хайде, директор по связям с общественностью корпорации. РЕНД не создавала подобного документа, пишет Хайде и ссылается на другие аналитические статьи по Украине, которые опубликованы его корпорацией и не содержат советов украинским властям по проведению военных операций. Примечательно, что на странице самого Джеффри Хайде на официальном сайте РЕНД никакого опровержения нет. Меж тем, на прошлой неделе президент Порошенко сам оговорился о существовании некого плана «Б», который будет задействован в том случае, если мирный сценарий, предусмотренный планом «А», не сработает. Мы рассматриваем различные сценарии – мирный сценарий или план «А». Но для тех, кто надеется использовать прекращение огня, чтобы выиграть время и перегруппировать свои силы, они должны это знать – у нас есть план «Б». Я не буду вдаваться в подробности этого плана, потому что считаю, что наш мирный план сработает. Судя по тому, что творится на Юго-Востоке после того, как мирный план «А» в Киеве сочли бесперспективным, подробности, которые Порошенко предпочел не разглашать, пока что почти дословно соответствуют тому плану, от которого американцы сегодня стараются откреститься. В соответствии с ним, властям в Киеве предлагается, невзирая на общественное мнение и цену операции, ввести фактическое военное положение и комендантский час, препятствовать работе журналистов, окружить армии и районы сопротивления, нанести массированные авиаудары, провести зачистки населенных пунктов бронетехникой, расстреливать на месте людей с оружием, создавать фильтрационные лагеря для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и после стабилизации ситуации передавать частную собственность сторонников независимости тем, кто особо отличился в подавлении восстания. Если Порошенко сам признает, что следует некому плану, и до сих пор его шаги совпадают с теми, что были прописаны в опубликованных на этой неделе секретных документах, то в конечном счете не так уж важно, кто конкретно писал этот план. Ведь и так известно, что кто бы ни был его автором, план заранее одобрен американцами. С середины апреля, но более всего с третьей недели мая, киевское правительство получало помощь и консультации на всех уровнях американского государства, АНБ, ЦРУ, администрация и Госдеп. И теперь это правительство ведет свою антитеррористическую операцию против крупных городов юго-востока Украины, которые придерживаются пророссийских настроений. Эти города сравнивают с землей, детей и женщин вынуждают бежать через границу, и российское телевидение показывает это. Можно соврать в тексте, но картинка не врет. И мы видим и руины, и беженцев. Мы видим панику, трупы и обстрелы. Пока полная реализация плана «Б», как его обозвал Порошенко, слава богу, далека от завершения. Но то, с какой скрупулезностью Киев исполняет первые же его пункты, не оставляет никаких сомнений в том, что в случае успеха план будет выполнен в полном объеме. В том, что фильтрационные лагеря, если они будут созданы на Украине пустыми, не останутся, нет никаких сомнений. Особенно после объявления о готовности передавать собственность уличенных в сочувствии к повстанцам тем, кто их в этом уличил. И вот аналогии с фашистской оккупацией, которые обычно ставят в упрек российской пропаганде, уже начали появляться на полосах европейских газет. Интернет-версия британской газеты «Дейли Мэйл», публикуя фотографии разрушенных городов на юго-востоке Украины, рядом размещают черно-белые снимки 41-го года. Целые деревни, сожженные дотла гитлеровскими войсками. Фотографии разрушенных домов в Луганской области словно точная копия событий 70-летней давности, когда войска Гитлера разрушали все на своем пути, развязывая кампанию на Восточном фронте. Сначала авиация Люфтбаффа бомбила украинские деревни, а затем на пепелище входила пехота. Это яркая иллюстрация того, как может развиваться конфликт в дальнейшем. Очень тяжело признать, что современный фашизм ничуть не менее страшен, чем тот, который был побежден 70 лет назад. Тяжело, но приходится. Да, сегодня фашизм не обязательно сопровождается факельными шествиями, хотя и это случается. Нет характерного надрывного лая немецких команд, нет газовых камер и печей крематориев. Дружелюбный фашизм. Так, американский политолог Бертрам Гросс еще в 80-м году охарактеризовал в одноименной книге появление в США новой формы тоталитарной политики. В отличие от германского нацизма или итальянского фашизма, дружелюбный фашизм – это более тонкий механизм. И вот его основные признаки. Слияние крупного капитала с государственным аппаратом, новая технократическая идеология, более развитые искусства управления и оболванивания народа, тайная подрывная деятельность, манипуляция демократическими механизмами и правами человека, прямой террор с меньшим уровнем насилия за счет профессиональных и малозатратных военных действий, комбинируется с тайным террором, разжиганием этнических конфликтов, поиском множества внешних угроз, организацией массовых беспорядков. Информационная война, усиленная высокотехнологичными средствами контроля и слежки, цель которой – подчинить сознание элиты и парализовать массы. Не правда ли воплощение всех этих признаков, обозначенных более 30 лет назад, мы все последние годы наблюдаем не где-то в одном конкретном месте, а буквально по всему миру? Процесс идет и все ускоряется, а лидеры мощнейших держав Запада, претендующих на то, что от них зависит будущее всей планеты, как будто не замечают этого, принимая одно нелепое решение за другим. Так, словно от их решений, ничего уже не зависит. Разговаривать с этими людьми невозможно. Они не в состоянии принимать каких-то решений, они не в состоянии размышлять о проблемах. Они знают точно, есть правильная позиция и есть неправильная. Очень хорошо. Это выразила уже упомянутая госпожа Псаки, которая фактически всем транслирует одну и ту же позицию, крайне простую, которая состоит в следующем. Я не знаю, где находится Украина. Этого не знает ни мое руководство в Госдепе, ни руководство моего руководства в Белом доме. Нам это не интересно. Но есть наша позиция, что в Киеве сидят правильные люди, и по этой причине те, кто их поддерживает, те правильные, а кто их не поддерживает, те неправильные. И когда эти неправильные люди говорят про беженцев, про обстрелы армий, жилых кварталов и т.д. и т.п., они говорят неправду просто потому, что они неправильные. Одно из определений классического фашизма гласит, что это система, при которой корпорации начинают управлять страной. Но за последние четверть века корпорации стали глобальными, вышли за рамки каких-либо суверенитетов и более того, стали взламывать эти суверенитеты там, где они еще оставались. Реальная власть над миром сосредоточилась в руках над национальных элит, формально никакого отношения к власти не имеющей. Мир сотрясают чудовищные катаклизмы, а лидеры государств все больше напоминают наемных банковских менеджеров, основная функция которых – разъяснять раздосадованным клиентам, почему на всех не хватает наличности. Все относительно. Нет никакой правды, ни за кем нет никакой правоты. Но в таком случае реальная политика превращается просто в обман или в игру. И политики превращаются в артистов, которые просто удачно говорят, обрабатывают мозги на некоторое время на период избирательной кампании. И этим ограничиваются. То есть никакие проблемы не решаются. Если они решаются, то они решаются за пулисами, за закрытыми дверями, и вовсе не теми, кого представляют публики как представители политического класса. Месяц назад в Дании, как всегда в обстановке строжайшей секретности, завершилось очередное заседание Бильдербергского клуба. Судя по скудной информации, просочившейся из-за плотно закрытых дверей фешенебельного Копенгагенского отеля, среди главных тех, служивших в этом году поводом для собрания мировой элиты, была ситуация на Украине. Для понимания вектора обсуждавшихся вариантов решения украинской племмы, достаточно перечислить лишь некоторых из приглашенных. Глава британской разведки Ми-6 Джон Сойерс, бывший директор АНБ США Кит Александр, экс-глава ЦРУ США Дэвид Петреус, генсект НАТО Андерс Фокк Расмуссон и верховный главокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов. В номере британский Гардиан от 31 мая эту встречу прямо называют Бильдербергской конференцией по Украине. Под заголовок статья еще более красноречив. Собрание людей, готовых нажиться на информации о том, где и когда упадут бомбы и сколько их будет. По данным газеты, украинская проблема обсуждалась всего один день, 30 мая. И в тот же день после окончания этого заседания отель в Копенгагене покинули и Расмуссон, и генерал Бридлов. Они выполнили свою работу, с иронией пишет Гардин, или только начали ее. Евгений Баранов, Евгений Марк и Сергей Чевелло. Воскресное время. Спасибо. 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 Спасибо.